Соглашение об уплате алиментов Соглашение об уплате алиментов заключается Между лицами обязанными уплачивать алименты В соответствии с законом И лицами имеющими право на их получение Соответственно если такие лица Достигли какой-то между собой договоренности И в добровольном порядке Не имея никаких споров Решили заключить такое соглашение Они могут обратиться к любому нотариусу И заключить данный вид документа К нотариусу обращаться обязательно Поскольку это предусмотрено Для такого соглашения Обязательная нотариальная форма В соответствии с семейным кодексом На какой срок можно заключать Соглашение об уплате алиментов Здесь можно сказать Что также определяют стороны Но есть некоторые особенности Например если это соглашение заключается На содержание несовершеннолетних детей Или ребенка То соответственно срок этого соглашения Будет определен моментом достижения Совершеннолетия ребенком или детьми Если это соглашение заключается На содержание трудоспособного Нет трудоспособного совершеннолетнего ребенка То в данном случае будет определяться Срок соглашения моментом Либо окончанием его обучения По очной форме Либо достижением 23 лет То есть есть некоторые нюансы Где определен срок Если это в отношении других категорий лиц Которые также поименованы в законе То здесь уже сроки определяются сторонами Самостоятельно Да еще есть особенность по соглашениям Соглашениям которые заключаются На содержание нетрудоспособных супругов Либо супругов находящихся в отпуске По уходу за ребенком Либо супруги по беременности Там тоже у нас есть Некоторые ограничения То есть если это супруга Которая находится в положении Или родила ребенка То соглашение может быть заключено До достижения трехлетнего возраста ребенка Со сроками понятно И понятно что семейный кодекс Определяет вот как раз основные условия соглашения А можете привести пример Ну вот какой-то жизненной обычной ситуации С которыми обращаются граждане Вот за соглашение Ну вот просто пример Может быть из вашей практики даже Вопрос понятен Конечно наиболее частые обращения Это за удостоверением соглашений По уплате алиментных платежей На содержание несовершеннолетних детей То есть это наиболее распространенный вид Соглашение и часто встречаемый Также обращаются За удостоверением соглашения На совершение нетрудоспособных Нуждающихся родителей Тоже есть такие обращения И есть такие в практике Заключаемые соглашения Спасибо Я напоминаю что мы работаем в прямом эфире И ждем ваших вопросов По телефону 202-11-22 Звоните пожалуйста к нам в студию И задавайте свои вопросы Нотариусу Красноярского района Самарской области Ольги Александровне Портновой Кто может являться сторонами Алиментного соглашения? Как я уже начала Об этом говорить в предыдущем вопросе Что сторонами у нас Алиментного соглашения В соответствии с законодательством Является лицо Обязанное уплачивать алименты И лицо Кто имеющий право на получение Алиментных платежей Такими лицами могут быть Это родители По отношению к своим несовершеннолетним детям Они обязаны их содержать Соответственно Родитель может заключить С несовершеннолетним Вернее Родитель может заключить соглашение На содержание несовершеннолетнего ребенка Или детей Естественно если несовершеннолетний Еще не достиг 14-летнего возраста То за него будет действовать Его законный представитель Второй родитель Если достиг ребенок уже этого возраста То ребенок самостоятельно И согласие второго родителя Также Родители могут заключать соглашение С нетрудоспособными Совершеннолетними детьми Если они находятся на обучении По очной форме По основным программам До окончания ими обучения Либо Ну не более чем до 23 лет То есть 23 года это предельный срок Предельный срок Спасибо большое Мы принимаем звонок от телезрителей Алло говорите Вы в прямом эфире Здравствуйте 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 В тот город И алименты он стал платить Да И он должен заплатить за 3 года предыдущих Да И вот как вот эти алименты за 3 года с него взыскать Спасибо Вопрос по теме Нужен дополнительный еще? Да ну наверное нет Спасибо большое Если Во-первых Конечно нужно понять Была ли фиксация Как-то уплата этих платежей Да Можно ли доказать Что он действительно В течение 3 лет Никак не платил Эти алиментные платежи Если да То у нас соглашение об уплате алиментов Если оно заключенное в порядке Предусмотренного закона То есть в нотариальной форме Оно является документом Который может быть предъявлено В службу исполнителей Федеральной службы исполнения Как исполнительный лист И по нему будет обращено взыскание Соответственно уже Служба судебных приставов Будет работать В этом отношении Ну вот телезрительница сказала Что она ездила в другой город Чтобы заключить заново Это соглашение А можно ли обратиться К нотариусу города Самара С этим предыдущим соглашением Нет я так поняла Что она не ездила Заключать новое соглашение То есть соглашение они заключили То есть оно несрочное Ну нет Оно до достижения Совершеннолетия детей Он какое-то время платил А потом перестал То есть возможно она поехала С ним какие-то вопросы урегулировать Он стал продолжать платить Но тот период Который выпал Из платежей Остался так ему не оплаченный То есть она хочет Взыскать с него Вот этот вот период Который он не оплачивал То есть естественно Если они Какой-то договоренности Не достигнут И не придут К общему какому-то знаменателю То ей нужно будет Обратиться За взысканием Спасибо большое Звоните Пожалуйста Задавайте свои вопросы Мы ждем их с нетерпением Ольга Александровна Кто определяет Размер алиментов Подлежащих уплате По алиментному соглашению И как определяет Собственно Вот этот вот размер платежей Ну опять же Возвращаясь к тому Что соглашение Это Может быть заключено Только если Стороны пришли К какому-то согласию Да И достигли Договоренностей В том числе Обоюдного Конечно Без Если у них только Отсутствуют Какие-либо споры И Естественно Это касается И самого размера Платежей То Естественно Прежде всего Надо смотреть На их договоренность То есть они Сами приходят И говорят Какую сумму Хотят они уплачивать В каком размере Эти будут алиментные Платежи У них выплачиваться Но У нас есть Пределы По отношению К соглашениям Которые Заключаются На содержании Несовершеннолетних Детей Здесь есть Нижний предел Меньше которого Не может быть Платеж В том числе И по соглашению Об уплате алиментов Которые заключаются В добровольной форме То есть В семейном кодексе У нас Четко Установлены Размеры Которые Взыскиваются В судебном порядке И там установлено Что на одного ребенка Взыскивается Не менее Одной четвертой От дохода На двух детей Не менее Одной трети От дохода На двух и более детей Не менее половины От дохода И так же В семейном кодексе В главе Которая касается Соглашения Об уплате алиментов Регулирует Порядок И форму Соглашения Об уплате алиментов Говорится о том Что Размер Платежей На содержание Совершенных летних детей Устанавливаемые Соглашением Не может быть Ниже Того размера Который бы Был определен судом К выплате При обращении Родителя В судебном порядке За выплату алиментов Поэтому В данной ситуации Мы также должны Как бы Не только предупредить Граждан О том Что этот размер Не должен быть ниже Но и Как бы Проверить Да Возможности И указать Этот размер Чтобы Не было В дальнейшем Сделка признана Недействительной По причинам Мнимости Или кабальности Например Да я с вами полностью Соглашусь Но мы еще говорили В предыдущих Передачах На эту тему Что доходы Могут быть разные Могут быть доходы Подтвержденные А можно Просто взять Как говорится Справку 2 НДФЛ Где не все Доходы будут Учтены Вот как раз Какие документы Необходимо предоставить Нотариусу Для удостоверения Алиментного соглашения Ну начнем С самого Простого Да в любом случае Граждане должны Обратиться с паспортами Это естественно Основной документ Удостоверяющий Личность На территории Российской Федерации Если это У нас Соглашение Которое Об уплате Алиментов На несовершеннолетних Детей То у нас должны Быть документы Подтверждающие Родственные отношения То есть это Свидетельство О рождении детей И мы видим Что с каким Из родителей Будут заключены В отношении Других Категорий Лиц Там также Следует подтвердить Либо родственные Отношения Либо иные Если у нас Будут там Выступать Неродственники Между собой Например Супруги Это не родственники Но лиц Состоящие в браке Подтверждение Брачных отношений Так вот Даже и бывших Брачных отношений Да У нас тоже В семейном кодексе Есть предусмотренные Возможности Заключения Соглашения На уплату Алиментов На содержание Бывших супругов Если Например Этот супруг Осуществляет Уход за Ребенком-инвалидом За общим Ребенком-инвалидом Что касается Справок По поводу Подтверждения Дохода Мы их Будем просить Их необходимо Предъявить Если это соглашение Об уплате Алиментов На содержание Совершенного Летнего ребенка В остальных случаях Нам не требуются Данные документы Здесь уже По соглашению Сторон Просто стороны Предупреждаются О том Что Та сумма Которая у них Выплачивается Что это Действительная сумма Которую они Определили между собой Что эта сделка Для них не является Кабальной Что эта сделка Не является мнимой То есть Эти заверения Стороны Указывают В самом соглашении А по поводу Несовершеннолетних Детей Как я уже сказала Поскольку есть У нас нижний порог Платежа Который установлен Семейным кодексом Все-таки Нотариус Учитывая Что мы Работаем В сфере Бесспорного права И мы должны Как-то максимально Постараться Выяснить Доход Каким образом Ну опять же Это справки С Работы С места работы По форме 2НДФЛ Если у нас Гражданин Официально Трудоустроен И он может Предъявить Такую справку Хорошо А если это Предпринимательская Деятельность И доходы Отличаются От месяца к месяцу И даже Ну здесь Декларация Истребуется То есть он Предъявляет Декларацию Если у нас Лицо является Индивидуальным Предпринимателем То он Такой же Плательщик налогов И подает Декларацию Где учитывается Его доход В течение года И из этого Дохода И выводится Какая-то Средняя величина Если у нас Лицо Нетрудоустроенное И не имеет Официального Заработка То здесь Можно Истребовать Справку Из пенсионного Фонда Который Подтверждает О том Что Социальный Никаких выплат У страховых Не начисляется И здесь Будет рассчитываться Уже Из величины Максимальной Пособия По безработице На сегодняшний момент Это 4900 Поэтому Из этой суммы Уже будем Тогда исходить При определении Минимального порога Оплаты Алиментов Спасибо большое Принимаем звонок От телезрителей Алина Говорите Вы в прямом эфире Слушаем вас Мне к вам Такой вопрос Да Здравствуйте Здравствуйте Я Свою квартиру Оформила По По Наследованию Через суд Но Когда Оформляла Не обратила Внимание Что у меня Муж Оформлял Занимался Этим Муж Помер Я Балкон Соединялась Кухней Как Получается У меня Перенос А когда Техпаспорт Снимали Она Техпаспорт И идет Уже Что у меня Нет И она Вынесена Уже А сейчас Меня Требует Что Я ее Оформила Как Меня Оформлять Понятен Вопрос Наверное Понятен Больше Да Чем Нет Я Так Понимаю Что Речь Идет О Перепланировке Переустройстве Которое Было Произведено В Квартире И По всей Видимости Оно Не Узаконено Поэтому Если Кто-то Требует Каких-то Технических Документов Или Приведение Его В соответствие С Тем Что Есть На самом Деле Документы Какие Были Предъявлены Не соответствуют Тому Что Есть На самом Деле В данном Случае Наверное Необходимо Обратиться Снова В суд И Узаконить Перепланировку Переустройство Переоборудование Жилого Помещения Если Это возможно Будет Необходимо Собрать Соответствующее Согласование Разных Организаций Органов И Если суд Посчитает Возможным То Узаконит Такую Перепланировку Необходимо Будет Внести Изменения В Реестр Прав О Недвижимости Если Там В связи С этим У нас Меняются Площади И Изменяется Характеристика Квартиры И Получить Уже Документы Выписки Из Единого Государственного Реестра Недвижимости Соответствующими Площадями Которые будут Соответствовать Нынешней Квартире Спасибо Большое Ответ Более чем Понятен Мы Продолжаем Работу В прямом эфире Время еще В нашей программе Есть Дозванивайтесь К нам 202-11-22 Программа Территория Права Ольга Александровна Алименты Можно выплачивать Только лишь Деньгами Или все же Нет Нет Алименты Могут быть Выплачены Любыми Способами Да И не только Деньгами Может выплачиваться Алименты Путем Предоставление Имущества Движимого Недвижимого То есть Это уже По желанию Граждан Опять же Если они Достигают Такого соглашения Либо может быть Смешанные Выплаты То есть И деньгами И передачей Имущества То есть Это опять же Все зависит От пожеланий Сторон Да И подговоренность Но а какой Все-таки Способ стороны Выбирают Чаще всего И почему На ваш взгляд На самом деле Встречаются Разные способы Нельзя сказать Что вот Только такой Или только такой Но наверное В моей практике Чаще все-таки Это были выплаты Денежными средствами То есть У меня Были Заключены Соглашения Об уплате Денежными средствами В твердой Денежной сумме А вот Учитывается Как-то инфляция Да Ведь каждый день Все как говорится Жизнь С каждым днем Дорожает и дорожает А вот Заключили соглашения Допустим Да Не на год И не на два Заключается Как правило А вот Не хватает Вот просто Этих денег К увеличению Платежей Либо к уменьшению Возможно А каким образом Вот это происходит Заключили соглашение Изменились условия Нужно приходить К нотариусу Перезаключать Это соглашение Нет Это возможно Заключить Дополнительные соглашения К уже имеющимся То есть У нас есть Основное соглашение Об уплате алиментов И уже к нему Можно заключать Дополнительные соглашения Где вы будете Устанавливать Какие-то иные Условия Изменять условия Основного соглашения Ну Либо Если Скажем Стороны В хороших отношениях И По доброй воле Изменяют Готовы Конечно А если не готовы То Если не готовы То в данном случае Если изменился Например Доход И тот супруг Который обязан Уплачивать Алименты Не меняет Свои выплаты И продолжает По старому Соглашению Выплачивать А доход уже изменился И Скажем Пропорциональное Соотношение Уже меняется Допустим Одна четвертая От дохода Совсем иная Чем та Одна четвертая Которая была указана В соглашении То в данном случае Также второй супруг Может обратиться В суд И в судебном порядке Вопрос этот Продолжать решение Уже здесь не к нотариусу А в суд Да Потому что соглашение Либо изменено Может быть только По обоюдному согласию При опять же таки При отсутствии Каких-либо споров Если у них споров нет Они могут дальше Продолжать платить Просто он увеличивает Выплаты И платит Больше Чем Было предусмотрено Если хотят Зафиксировать Это конкретно То тогда приходят И делают Дополнительное соглашение Если Одна из сторон Не согласна Значит вторая сторона Обращается в суд Спасибо Я напоминаю Телефоны прямого эфира 202-11-22 Дозванивайтесь К нам Уважаемые телезрители И задавайте Свои вопросы Нотариусу Но вот Можно ли В счет уплаты алиментов Передать имущество Или оплатить алименты Как говорится Раз и навсегда Вот единым платежом Единой Конкретной суммой И встречаются ли Такие случаи На практике Ну Скажем так В соглашении Можно предусмотреть Что оплата Алиментных платежей Происходит путем Допустим Передачи В собственность Недвижимости Какой-то Допустим Квартиры Но если это будет Соглашение Опять же Вернемся к Несовершеннолетним Если это будет Соглашение В отношении Содержания Несовершеннолетнего Ребенка Указывать В соглашении О том Что Вот это Действие По передаче Недвижимости Ребенку Прекращает Все обязательства По уплате платежей Со стороны Родителя Который Заключил Это соглашение Все-таки Неверно Потому что Опять же У нас Это может быть Длительный период Еще до совершеннолетия Может много времени Идти И доходы Также могут Меняться У этого родителя И возможно Они изменятся В плюс И тогда Ребенок мог бы Больше получать Если бы он Выплачивал Скажем Регулярно Поэтому Я полагаю Здесь в любом случае У Второй стороны Есть право Обращаться В судебном порядке И изменять Условия Соглашения Либо Менять порядок Уплаты То есть Дополнительно Взыскивать Какие-то Платежи Поэтому В отношении Все-таки Несовершеннолетних Я бы сказала Нельзя так Раз и навсегда А если Это у нас Не касается Несовершеннолетних Детей То здесь уже Мы говорим Все-таки О договоренности Если они так Договариваются Между собой Стороны Что достаточно Вот Такого платежа Чтобы покрыть Алиментные Обязательства Которые Предусмотрены Законодательные Тут наверное Да Тут наверное Все-таки Я сказала бы Да Ольга Александровна А можно Бесконечно Менять условия Соглашения Хоть Грубо говоря Каждую неделю Ходить и переписывать Его и делать Дополнительные Соглашения И делают ли так Вот граждане Ну на самом деле Как бы нет Никакого Предельного Количества Раз Которые Можно Изменять Соглашение Но наверное Все-таки Если люди Уже достигли Какого-то Соглашения То какой-то Определенный Период Время Не на неделю Наверное Не на месяц Это соглашение Будет действовать Причем Ну надо Понимать Что в любом Случае Вы идете Документ Оформляете Вы его оплачиваете То есть прежде чем Оформлять Наверное Надо подумать Хорошо На каких условиях Вы будете его делать Чтобы как раз Не возникало Этой необходимости Каждую неделю Приходите Что-то переделают Наверное Это не совсем правильно Ну а случаи бывали В которых получатель Алиментов Может отказаться От своего права И если да То вот как это сделать Отказаться От получения Алиментов Ну здесь Опять же Ответ Будет Зависеть От того С кем у нас Заключено Это соглашение Если у нас Соглашение Заключается По содержанию Несовершеннолетних Детей То отказаться От получения Этих алиментных Платежей Нельзя Нельзя Потому что Здесь Потому что У нас Получатель Ребенок Является И обязанность Родителя У нас прописана В семейном кодексе Содержать Ребенка До совершеннолетия Поэтому отказаться От этого нельзя Если это У нас Касается Совершеннолетних Граждан То здесь Если кто-то Не хочет Получать Алименты Они не приходят И не заключают Таких соглашений Либо Если было Все-таки Заключено Данное Соглашение Но Они На какой-то Этапе Решили Что все это Больше не нужно Им То Так же Они По договоренности Могут Прийти И Расторгнуть Это Алиментное Соглашение Все И закончится Да Жизненные ситуации Бывают разные И Очень часто Слышим Мне от тебя Ничего не нужно Никаких денег И не приходи К нам И не звони И не пиши И так далее Вот В таком случае Родители нарушают Права ребенка Ну Если Один родитель Не хочет Чтобы Второй родитель Содержал Этого ребенка Это не значит Что утрачивается Право На получение Этих алиментных Платежей Если сегодня Он говорит Что мне ничего Не надо Он в любом случае Завтра Может так же Пойти И подать Исковое заявление На взыскание Этих алиментных Платежей В судебном порядке Либо так же Они могут договориться Прийти заключить Соглашение В уплате алиментов То есть Именно Как факт Отказа Зафиксировать Этот отказ От уплаты Алиментов Что Да Давайте Вот ей сегодня Ничего не нужно Давайте пойдем Подпишем какой-то документ Что ей ничего не нужно Что она ко мне Никаких претензий Впредь не будет предъявлять Если это будет Речь идти О соглашении Об уплате алиментов В отношении Несовершеннолетних детей То такой документ Нельзя будет оформить Потому что Нельзя отказаться От алиментов На содержание Несовершеннолетних Хорошо Но в таком случае Какие действия Необходимо предпринять При неисполнении Плательщиков Алиментов Своих обязательств Если у нас Не было заключено Соглашение Об уплате Алиментов И родитель Который Должен Оплачивать Алименты Их не оплачивать То у второй стороны Есть право Обратиться в суд И в судебном порядке Взыскивать Взыскивать Эти алиментные платежи Если соглашение Было заключено Но оно не исполняется Или Как мы уже слышали Исполнялось Исполнялось А потом прекратил Исполнять На каком-то этапе Это алиментное соглашение То это соглашение Может быть Приявлено К исполнению Службы Судебных приставов И тогда уже Эта служба Будет принимать меры Ольга Александровна Внесите Пожалуйста Изменения Понятие Я подаю на алименты Иск на подачу алиментов И соглашение Об уплате алиментов У нотариуса Это все-таки Разные вещи Ну конечно Потому что Если мы идем в суд То значит Либо у нас Вторая сторона Не согласна Выплачивать В принципе Эти алиментные Платежи Либо Не достигнута Какая-то Определенная договоренность Которая бы устраивала Обе стороны А какой все-таки Оптимальный вариант Ну здесь Сложно сказать Какой оптимальный Вариант Поскольку Все-таки Действительно В жизни На самом деле Разные ситуации И сказать Что Каждый может договориться И В таком В порядке Соглашения Прийти И все свои пункты Предусмотреть И у нотариуса Удостоверить Наверное Неверно Потому что Действительно Порой бывает Сложно Людям между собой Договорить В связи с чем Возникают какие-то споры Или несогласия И их может у нас Разрешить только суд То есть Не один нотариус Одностороннее Соглашение Об уплате алиментов Одной стороны Заключить нельзя Здесь в любом случае Должны быть только Две стороны Которые согласились Прежде чем Идти к нотариусу И составить Это соглашение Они уже должны Определенно Знать С чем Они приходят К нотариусу А уже придя К нотариусу Объявив Свои пожелания Нотариус В дальнейшем Смотрит Действительно Мы можем В таком виде Это изменения Это изменения Если это в отношении Совершеннолетних Граждан Как уже тоже Ранее Оговорилось То здесь Они могут Принять решение И прекратить Эти Алиментные Свои отношения И прийти И расторгнуть Если в отношении Совершеннолетних То тут Наверное То есть И оснований В любом случае Обязанность Уплачивать Алименты Она останется Хорошо Подводя итог К нашему Сегодняшнему разговору Какие основные Тезисы Нужно помнить Знать Людям Которые решили Составить Соглашение Об уплате Алиментов Прежде чем Ити к нотариусу Пожалуйста Подведите итог Резюмая нашей программы Прежде чем Ити к нотариусу Конечно же Надо Прежде всего Сесть И поговорить Между собой Кто будет Оплачивать Алименты Сколько Будет Оплачивать Алименты Каким способом Будут оплачиваться Эти алименты То есть Если это Например Денежные средства Наличными Денежными средствами Либо это будет На вклад В банк Будут оплачиваться Эти денежные средства Либо Почтовым переводом И Соответственно Определить срок Если несовершеннолетний Тут понятно Досовершеннолетний Если другие Какие-то в категории лиц, то тут уже по договоренности. Спасибо большое за участие в программе. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами и смотрели программу «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Спасибо.